Спальный мешок за полторы тысячи или за шесть? Сезон летних походов в самом разгаре. Какой спальник подойдет, если вы собрались отдохнуть на озерах Хакасии или в серьезную экспедицию на Алтай? Надежда Сергеенкова подготовила подробную инструкцию. Пуховая и на синтепоне для одного человека и даже для двух вот такие объемные или совсем маленькие. Сегодня мы для вас подготовили инструкцию, как правильно выбрать спальный мешок. Сначала определитесь, в какое время будете использовать спальный мешок. Это главный фактор. Есть летние варианты и зимние. Различаются мешки и по форме. Спальные мешки бывают коконом. Он сужается к низу для сохранения тепла. То есть в холодные ночи, в зимние, в осенние можно использовать такой кокон. Есть другой вариант. Это спальник-одеяло. Он идет ровный. Его можно полностью расстегнуть и расстелить. Укрываться как одеялом, почти как дома. Универсальный вариант советуют специалисты мешок-кокон. Он подойдет и для палаточного отдыха на озерах, и для дальних походов. Компактный, легкий и плотно прилегает к телу, а значит лучше сохраняет тепло. Обычно наполнители это холофайбер или синтепон. Чем его больше, тем спальник объемнее и теплее. Есть варианты на пуху. Преимущества они компактные и подойдут для холодных осенних и зимних ночей. А вот этот спальный мешок подошел бы нашему бескрайнему Лехе, если бы тот отправился куда-то в горы. Потому что экстремальная температура от минус 15 градусов. Сделан он из наполнителя Alpa-Lux. Это что-то по типу технологичного синтепона. Снаружи водонепроницаемая ткань, а внутри подложка из приятной к телу бязи. В продаже есть и большие спальники для ночевки вдвоем. Они широкие, как двуспальная кровать. В комплекте даже идут подушки. А чтобы спать было комфортно, под мешок рекомендуется подкладывать каремат. Он сдерживает влагу и делает поверхность ровнее. Средняя цена на спальник в Красноярске около 3 тысяч. Есть и бюджетные варианты за полторы тысячи. Внимательно смотрите на этикетку. Вся информация по температуре, использованию наполнителю и весу мешка указывается там. Еще один совет от бывалых туристов. При покупке спального мешка обязательно примерьте его прямо в магазине. Потому что у них, как у одежды, есть разные размеры. Вот этот вот мне очень подходит. К походному сезону Надежда Сергеенкова и Степан Майер готовы специально для программы «Дела». Чувствую себя кавказской пледницей.